Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие друзья, ветераны. Поздравляю вас с наступающим Днём работника Органов безопасности, с праздником сильных, решительных людей, настоящих профессионалов, которые надёжно защищают суверенитет и национальные интересы России, жизнь наших граждан и готова к выполнению самых сложных, ответственных и опасных заданий. Такие качества всегда отличали лучших сотрудников отечественных специальных служб. И в эти праздничные дни мы неизменно вспоминаем многие поколения наших предшественников, которые честно служат Родине. В год 70-летия Великой Победы низкий поклон и самые тёплые слова признательности «Ветеранам» и в трудные годы войны, и в послевоенное время вы были верны присяге и своему долгу. Делали всё от вас зависящее, чтобы потенциал спецслужб развивался. Ваш героизм и мужество всегда будут для нас примером. Уважаемые товарищи, сегодня органы безопасности обладают серьёзными оперативными, боевыми, аналитическими возможностями. И мы рассчитываем на вас, на вашу компетентность, опыт, а где нужно – на вашу смелость и отвагу. Ситуация в мире складывается непросто. Растёт напряжённость на Ближнем Востоке, в ряде других регионов мира. Террористы открыто объявили войну цивилизации, всему мировому сообществу. Их действия и планы несут прямую угрозу и нашей стране. Сейчас вооружённые силы России ведут борьбу с бандитами на передовых рубежах, уничтожают их инфраструктуру, лагеря, базы в Сирии. Вновь подчеркну, эти решительные шаги должны быть увязаны и скоординированы с такой же жёсткой работой всех наших спецслужб. Речь идёт о выявлении замыслов террористов, о пресечении попыток террористических и экстремистских группировок активизировать свою подрывную работу на территории Российской Федерации. Отмечу, что в этом году благодаря усилиям сотрудников ФСБ удалось предотвратить свыше 30 преступлений террористической направленности. Прошу вас и впредь сохранять высочайший уровень концентрации и мобилизации, совершенствовать все аспекты антитеррористической работы. Особое внимание нужно уделить нейтрализации разного рода вербовщиков и эмиссаров террористов, которые пытаются втянуть граждан России в число боевиков. Конечно, в первую очередь нужно обратить внимание на молодых людей, на молодёжь. Высокая ответственность лежит и на контрразведчиках. В этом году они выявили более 320 кадровых сотрудников и агентов специальной службы иностранных государств и их пособников. Мы видим, что разведки ряда стран наращивают, как у нас говорят, работу по России. Я уверен, что сотрудники наших органов безопасности готовы дать на этот вызов адекватный ответ. Также рассчитываю на ваши эффективные действия по таким направлениям, как защита госграницы, борьба с коррупцией, с преступлениями в сфере экономики, обеспечение надёжной работы органов государственной безопасности и военного управления должны координировать свою работу для того, чтобы наращивать возможности наших вооружённых сил. Я уже упомянул о Сирии. Мы видим, как эффективно работают наши лётчики, разведчики, как эффективно они координируют свои усилия между собой, причём разнородные армия, флот, авиация, как применяют самые современные оружия. Также хочу отметить, что это далеко не все наши возможности. Мы далеко не всё ещё там применяем из того, что у нас уже есть. Но у нас есть и дополнительные средства, если понадобятся, и их используем. Непростые задачи стоят и перед службой в этой связи внешней разведки, которая завтра будет отмечать свой 95-летний юбилей. Важно оперативно выявлять внешние угрозы безопасности России, давать исчерпывающие аналитические информации, своевременно докладывать о ходе и вероятном развитии региональных конфликтов. Высокой оценки заслуживают действия сотрудников государственной охраны, в том числе при проведении торжественных мероприятий по случаю 70-летия Победы, а также саммитов в Шанхайской организации сотрудничества БРИКС, других масштабных международных форумах и встреч. Дорогие друзья, уверен, вы приложите максимум усилий для решения поставленных задач, будете надёжно защищать Россию и наш народ. И какие бы трудности, какие бы испытания ни возникали на нашем пути, мы их без всяких сомнений преодолеем. Будем уверены идти вперёд и добиваться успеха. Ещё раз поздравляю всех вас с праздником, удачи, благополучия вам и членам ваших семей. Спасибо за внимание. Аплодисменты. Аплодисменты.